Добрый вечер. О событиях в стране и мире к данному часу расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из информационной службы телеканала Хабар 24. Судоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Начинаем с зарубежных новостей. Испания и Греция будут принимать мигрантов, достигнувших германо-австрийской границы. Об этом в Брюсселе договорились канцлер ФРГ Маангела Меркель, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава греческого правительства Алексис Ципрос. В обмен на ряд уступок немецкая сторона согласилась постепенно перевести в Германию находящихся в Греции и Испании родственников беженцев, которые ранее уже прибыли в страну. Напомню, 28-29 июня в Брюсселе прошел очередной саммит ЕС. Главным образом представители Старого Света обсуждали проблему наплыва нелегалов. В итоге лидеры страны договорились создать на добровольной основе контролируемые центры по приему беженцев на территории Европы и вне ее. Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС без Великобритании принял итоговое заявление по переговорам о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В документе содержится призыв к правительству Британии ускорить выдвижение предложений по решению остающихся проблем, а в частности по Ирландии. Главной проблемой там остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Великобритании Северной Ирландии и остающейся в ЕС Ирландии. Евросоюз и Соединенное Королевство должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Брексит, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода 29 марта 2019 года. В переговорах по Брексит мы достигли значительного прогресса, но огромные и серьезные разногласия остаются в частности по Ирландии и Северной Ирландии. Теперь мы ожидаем британский план действий по выходу из ЕС и надеемся, что он будет содержать реалистичные и ценные предложения. Процесс вступления Македонии в НАТО займет год-полтора. Это произойдет после переименования Балканской республики и внесения необходимых изменений в Конституцию. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса Йен Столтенберг. По его словам, решение о вступлении Македонии в блок примут во время июльского саммита в Бельгии. Столтенберг также отметил, что присоединение страны к НАТО это историческая возможность, которую нельзя упускать. Напомню, в этом месяце Греция и Македония достигли соглашения по поводу переименования последней на республику Северная Македония. Этот спор на протяжении 27 лет осложнял отношения между двумя странами. Все это время афейные требовали переименования страны, чтобы ее не путали с одноименной греческой областью. Из-за этого бывшая Югославская республика не могла вступить в ЕС и НАТО. В Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, посвященное положению в Афганистане. Казахстанская делегация вновь выразила приверженность стабильному развитию этой страны, направленному на активизацию политического диалога, улучшение государственного управления и подготовки к предстоящим парламентским выборам в октябре этого года. Члены Совета безопасности отметили возросшую активность террористов на севере Афганистана. Делегация Казахстана призвала к эффективному осуществлению третьего этапа глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии. Наша страна придает большое значение расширению прав и роли женщин и улучшению положения детей в Афганистане. Запланировано проведение в Астане в сентябре 2018 года специальной международной конференции на тему расширения возможностей для женщин в Афганистане. Основная цель предстоящего форума – обсудить роль и вклад женщин в мирное развитие Афганистана и вопросы, связанные с расширением прав афганских женщин, их участие в политической и социальной сферах. Это позволит обмениваться международным опытом по достижению гендерного равенства и разработать конкретные рекомендации. И к событиям в нашей стране. Жители Алма-Аты больше не будут испытывать дефицита электроэнергии. До сих пор в нескольких районах города существовала угроза разрушения электрических подстанций из-за постоянного смещения грунта. Его сдвигу способствовали естественные оползни. Реконструкция этих объектов не даст эффекта, считают эксперты. Поэтому в Турксибском районе Алма-Аты подключили к сети новую подстанцию, которая теперь будет питать не только устаревшие трансформаторы, но и недавно возведенный новый микрорайон Жасканат. Всего за последние годы в Алма-Аты было построено больше 30 подстанций. Единственная задача теперь остается правильной эксплуатации этих мощностей, поскольку потрачено более 20 миллиардов тенге средств. И они должны теперь нормально работать. Команда АЖК профессиональная, работает давно. Сам РУК Энерго постоянно держит этот вопрос на контроле. Но, тем не менее, естественно, расслабляться нельзя. В Уральске завершается реконструкция путепровода, соединяющего старую часть города с новым жилым микрорайонами. Построенный почти 55 лет назад, мост пропускал поток в 10 тысяч автомобилей в сутки. Свыше 2 миллиардов тенге на строительные работы выделила компания «Недропользователь». Путепровод станет на 100 метров длиннее и на 6 метров шире. Вместо двух полос будет четыре, а резиновые опоры опорной части заменят на более прочные полиуретановые. Проектный срок строительства три года, но подрядчики не в ущерб. Качеству обещают уложиться в полтора и сдать мост этой осенью. Следующий на очереди еще один большой путепровод в районе Омега. Его планируют закрыть на ремонт в сентябре. Армагрунтовка идет, гидроизоляционные работы, бордюрное ограждение и ограждение тротуарной части моста. Освещение на подходе осветительной работы светодиодными фонарями. По путепроводу Омега в настоящее время у нас разработана ПСД. Сейчас она проходит государственную экспертизу. Назначены эксперты. Экспертиза будет проводиться где-то у нас 40-45 дней. И после ввода в эксплуатацию у нас Диповского путепровода мы планируем начать демонтаж Омеговского. В Восточном Казахстане растет число сельхозкооперативов. В прошлом году в регионе объединились 16 тысяч хозяйств. На их оснащение выделено свыше 3 миллиардов тенге. Работу в этом направлении продолжают, отмечают специалисты. Недавно в Абайском районе в один сельхозкооператив объединились сразу два десятка хозяйств. Фермеры в ближайшее время намерены увеличить поголовье племенного скота почти в два раза. В целом на оснащение кооперативов в этом году по области выделено свыше 2 миллиардов тенге. В нашем кооперативе состоят 20 хозяйств. Все условия созданы для развития животноводства. Помощь от государства получили в полном объеме. Недавно прибыли солнечные панели. Сейчас занимаемся ее установкой. Туркестанской области не хватает специалистов для легкой пищевой, текстильной, строительной промышленности и сельского хозяйства. Поэтому теперь их готовят бесплатно по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Причем он впервые на базе областного профсоюза. За лето там планируют подготовить 225 специалистов по 8 профессиям, в том числе поваров, мебельщиков, плотников, швей, которые по окончании профобучения получат не только сертификаты, но и микрокредиты на развитие своего дела. В рамках нашего курса реализуется социальный проект АДАЛ. Он предусматривает социальную помощь для двух-трех человек, которые, например, вместе откроют цех. В прошлом году в области больше 400 человек получили микрокредиты на общую сумму 700 миллионов тенге. На севере Германии живет уникальный мастер. Он изготавливает самый популярный казахский инструмент – дамбру. Создает двухструнный герготман из экзотических сортов деревьев, растущих на альпийских лугах, в африканских саваннах и южноамериканских джунглях. О необычном увлечении немецкого умельца в эксклюзивном репортаже нашего штоп-кора Шолпанной Манбаевой. Владимир Готман кропотливо работает над каждой деталью, а их десятки – корпус, дека, гриф. Он готов часами рассказывать о технологии создания легендарного инструмента, который невероятно близок к его душе. Но, как говорит мастер, самое главное в этом ремесле – выбор дерева. Всех секретов он, конечно, не раскрывает, однако говорит, что использует экзотические сорта деревьев и постоянно экспериментирует, чтобы добиться идеального звучания. Ну, гриф я делаю из сосны. Дека идет всегда из ели. А корпус делается из очень крупкой древесины. Вот это я экспериментирую олива. До этого я делал африканское дерево подок, называется. Вот оно такое красное дерево. Вот красивое дерево, африканское зебра она называется, это зебра. Такая полосатая домбра получается. Я думаю, что с этих экзотических деревьев я, наверное, не буду хвастаться, но она единственная, которая так экспериментирует сейчас. Вот у меня новая домбра будет, она будет фиолетово-розовая домбра. Называется амарант дерева. Это из Южной Америки. Владимир Готман – немец из Казахстана. Родился в музыкальной семье. Его отец работал дирижером. Поэтому впервые, как мастера делают домбры, он увидел в консерватории города Алматы 25 лет назад. И, как говорится, увидел и полюбил. А позже и освоил нелегкое мастерство. Но переезд на историческую родину в Германию внес свои коррективы. И вот спустя годы он вновь смог вернуться к любимому делу. Уже год он создает уникальные домбры. Для этого у себя дома он оборудовал целую мастерскую. Создавал ее буквально с нуля. Сам смастерил станок и печь для загибания дерева. Наладил поставки материалов. Это мое хобби. Мне это очень доставляет удовольствие. Я вспоминаю Казахстан, когда я делаю. Вспоминаю свою мастерскую, своих друзей казахов, с которыми мы работали. Счастливые были времена. Ностальгирую по Казахстану. Это мне очень нравится. Когда я делаю домбру, я как будто нахожусь в Казахстане. Можно сказать, первая родина. Казахстан очень скучаю. По казахам скучаю. Я даже очень люблю этот народ. В его мастерской, на самом верхнем этаже дома, кипит творческий процесс. Владимир частенько засиживается здесь ночами. И выходные дни он посвящает любимому делу. И все ради этих счастливых моментов. На домбру у меня уходит примерно месяц. Так как у меня еще есть основная работа. Вот это самый приятный момент, когда домбра готова. И я начинаю проверять звук. Это самые мои приятные моменты. В Германии проживает самая большая группа этнических немцев из Казахстана. Удивительно. Даже переехав на историческую родину, они не забывают нашу культуру и традиции. Частенько на праздники они готовят бешпармак и баурсаки. А во время застолья могут запросто сыграть на домбре. Шелпан Найманбаева, Милослав Лавреновский, Хабар 24, Германия. В Актау началась реализация проекта «Скальная тропа». На протяжении 14 месяцев рабочие будут создавать уникальный туристический объект для региона. Вдоль скального массива на протяжении полутора километров установят пешеходные дорожки, 24 смотровые площадки, пирсы, заводи для купаний и причалы для маломерных судов. Центром нового места отдыха станет пещера, созданная самой природой. На берегу Каспия стройка идет ударными темпами. Проект «Скальная тропа» постепенно оживает на глазах уиземленных актаусцев. 90% работ выполняются вручную. Наша задача максимально гармонично вписаться в существующий рельеф, не испортить то, что дано нам природой. И, соответственно, только дать возможность людям этим пользоваться. На данный момент ведется установка металлоконструкций. И через неделю будет уже установка древесно-полимерного композита, который будет являться основой для пешеходной зоны. Видеокамеры, установленные на протяжении всей тропы, обеспечат безопасность людей и соблюдение пешеходами чистоты и порядка. Ночью будет работать подсветка. Цветовое шоу будет видно далеко в море. Гостям «Скальной тропы» предстоит преодолеть больше тысячи ступенек над морем. Финишем пути станет вот эта пещера. Именно она и будет одной из изюминок Каспийской ривьеры. Совсем недавно эта пещера была в плачевном состоянии. Сейчас санитария все иначе. Стены очищены с помощью пескоструя. Уложена брусчатка на входе защиты от морской волны. Еще через месяц вдоль стен установят параметрические лавочки. Своды подсветят. А в конце пещеры поставят проектор и будут транслировать фильмы об истории края на трех языках. Пещера будет доступна круглые сутки. Организаторы намерены проводить в ней музыкальные вечера и развлекательные программы. Инвестиционный проект планируют презентовать летом следующего года. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24. Увидеть и сравнить народный танец разных народов могут жители Астаны. В столице стартовал третий международный фестиваль ансамблей народного танца «Шашу». Среди уже известных коллективов участников – Назеркея из Уральска, Тамерис из Казыларды и Огоньки из Алтайского края. Завершится «Шашу» грандиозным галоконцертом на сцене амфитеатра. В прошлом году мы проводили в центральной площади возле Акимата. Там было примерно около трех тысяч человек. Народ идет на этот фестиваль. Мы особо не призывали никого, но я думаю, все очевидно. Все видят, смотрят и радуются. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!